Так, сейчас мы по громкости микрофона определимся. И поинтарь где-то должен быть. Так, там в представлении был маленький косячок насчет одной из сильнейших программ, имеется одна из сильнейших шахматных программ. Это там как-то вообще непонятно. Мы сегодня поговорим о таком достаточно, может быть, завиральном и отстоящем от нас далеко в будущем проекте, как перенесение сознания человека в машину. Но на самом деле при всей его смелости про этот проект можно сказать, что многие технологии, которые в будущем могут лечь в основу такого рода решения, они развиваются уже сегодня, и в их развитии продемонстрирован достаточно впечатляющий прогресс. И вот в принципе, если подойти к этой задаче с инженерной точки зрения, мы собираемся перенести сознание человека в машину, можно так вот условно разделить эту задачу на две. То есть первая задача – это создание такой машины, которая, в принципе, могла бы ввести человеческое сознание, то есть обеспечить его эмуляцию. И вторая – это технология, которая позволит, собственно говоря, человеческое сознание некоторым образом скопировать, для того, чтобы его в эту машину перенести. И вот поэтому это как бы два таких основных ингредиента успешного рецепта. И вот мы сейчас как раз поговорим о том, о чем мы на эту тему знаем, и что мы умеем на сегодняшний день. Но вот первая часть задачи – это, а какой должна быть машина для того, чтобы она была способна эмулировать человеческое сознание. Человеческий мозг – это некий физический объект, некая, опять же, машина, машина биологическая. И мы можем так вот очень примерно, приблизительно сравнить ее по таким брукто-характеристикам с теми машинами, которые нам удалось создать на сегодняшний день. Вот если посмотреть на человеческий мозг, то в среднестатистическом мозге человека примерно 86 миллиардов нейронов нервных клеток. Эти нервные клетки, соответственно, связаны между собой отростками, исходящими отростками аксонами и входящими отростками датритами. И вот креста контактов между этими отростками, они называются синапсами. Всего в человеческом мозге таких синапсов, ну, в среднем, опять же, 150 триллионов. Такой контакт между аксоном и датритом, на самом деле, это не просто контакт двух проводников. Это достаточно сложное устройство, набор некоторых молекулярных механизмов, молекулярных триггеров. И вот примерно на сегодняшний день, исходя из данных нейрофизиологии, мы знаем, что примерно один синапс эквивалентен тысяче триггеров. То есть, грубо говоря, мы можем сказать, что примерно один синапс эквивалентен тысяче транзисторов. Соответственно, мы можем что сделать? Мы можем перемножить тысячу на 150 триллионов, мы получим 150 квадриллионов. Триггеров — это примерный эквивалент мозга, исходя из представлений современной вычислительной нейрофизиологии. Значит, если мы сравним по этому показателю мозг с самым-самым большим мощным процессором, который у нас есть сейчас, это процессор с парком 7 на сегодняшний день, вот в нем всего 10 миллиардов транзисторов. То есть, мы видим, что разница намного много порядков между этими двумя машинами в числе триггеров. Правда, у машин есть один серьезный плюс. Рабочие частоты электронных вычислительных устройств гораздо больше, чем у мозга. То есть, у мозга рабочая частота по разным оценкам до 1000 Гц доходит. То есть, это значит, что тысяча раз в секунду вот эти молекулярные триггеры в синапсах могут изменить свое застояние в пределе. Вот. А, скажем, для процессора с парком 7, да, это 4 ГГц, да, то есть, 4 с лишним ГГц, гораздо большая рабочая частота. Вот. Но мы можем что сделать? Мы можем таким спекулятивным образом домножить вот эту разницу, да, то есть, умножить количество триггеров там и там на рабочую частоту. Вот. И в результате мы увидим, что нам не хватает пока одного-двух порядков примерно для того, чтобы вот побудуть до производительности наши машины достигли производительности человеческого мозга. Правда, за таким сравнением с любым, за ним тоже есть, кроется определенное лукавство, потому что, конечно, человеческий мозг и фон Эймановская электронно-очистительная машина это машины, построенные по совсем разным принципам. Архитектурно они работают по-разному, и поэтому, если нам придется нейронную сеть мозга эмулироваться на современном процессоре, нам существуют еще некоторые дополнительные потери, связанные с негиданентностью этих двух архитектур. Вот. Но, тем не менее, примерные расчеты были выполнены. Вот Рей Кунцевл в своей книжке «Сингулярность риска» еще в шестом году вот прикинул, что где-то в районе, там, 2025 года, с учетом, если будет сохраняться та же кондиция в росте производительности вычислительных устройств, которая наблюдалась до сих пор, у нас появится, наконец-то, машина, которая сможет в реальном времени эмулировать те процессы, которые происходят в человеческом мозге. Вот. Ну, вот график на книжке шестого года я поставил там вот точечку, такую красную, которая соответствует текущему положению вещей. То есть это вот точка, соответствующая производительности китайского суперкомпьютера «Санбэй Тайхулайт», который в неюне шестнадцатого года занял первое место в топ-500 наиболее мощных суперкомпьютеров в мире. Вот. Соответственно, ну, вот почти стопит на флоп его производительность. То есть видно, что, в общем-то, та тенденция, которая была подвечена, пока что мы находимся вот внутри этого коридора. Если ничего, ну, такого очень плохого не случится, если мы в самое ближайшее время не уберемся к некоторым физическим ограничениям, то на 2025 году у нас будет машина, которая сможет в реальном времени эмулировать работу человеческого мозга. Ну, здесь дело в том, что есть еще очень важный момент. То, что неровные сети, ну, это, собственно говоря, такая вычислительная модель, которую мы используем для описания процессов, происходящих в настоящей нервной ткани, в настоящей мозге, значит, мы эту модель пытаемся еще воплотить в железе и создать специфические вычислительные устройства, чтобы как раз избавиться вот от этой потери производительности, которая возникает при эмуляции. Значит, вот здесь нарисован первый нейрокомпьютер, так называемый, да, собственно говоря, Фрэнк Грозенблат еще в начале 60-х годов попытался создать такое устройство, которое бы воплощало, по сути, в своей архитектуре, ну, в некое подобие настоящей нервной сети. Это нейрокомпьютер Mark I. На самом деле, значит, вот там, вот в этом ящичке некоторый стек таких условно-искусственных нейронов, использующих очень сильно упрощенную модель настоящего нейрона. Ну и вот это множество кучи-кучи проводков, это такие искусственные синапсы, точнее, как бы части, да, при помощи которых можно соединять магрицию из этих нейронов. Конечно, это было такое очень сделанное на коленке устройство с очень небольшим количеством нейронов, но оказалось, что даже такое устройство, оно может решать целый ряд задач классификации, задачи агрессии, и уже в 60-е годы возникли первые конвертические применения таких устройств. Но вот посередине это современный нейропорфический процессор, называется TrueNold, созданный компанией AGM. Компания AGM создала целый институт, который, собственно, работает над развитием этой технологии. И вот здесь мы что видим, это, значит, устройство, которое эмулирует работу миллиона нейронов и 256 миллионов синапсов. То есть это вот в перспективе развития таких устройств позволит нам собирать устройства, которые будут более приближены к настоящему мозгу в своей архитектуре. Ну, здесь, опять же, такой важный момент, который нельзя упустить из виду. Мы в настоящий момент используем для решения практической задачи машинного обучения нейронные сети, которые на самом деле являются не слишком биологически достоверными. То есть для некоторой степени, конечно, они напоминают настоящие нейронные сети, которые существуют в мозге и живых существах. Вот. Ну, вот упрощенная модель, она где-то каким образом? У нас есть нейроны, соответственно, вот у них там дендриты, аксон, синапсы. Синапсы представляются в обычном виде каких-то коэффициентов, на которые там умножается входной сигнал. Вот. А сам нейрон, он, собственно, представляет собой некоторых сумматр входов. Вот. Во времена развлоплата и раньше использовались жесткие паровые функции перехода, функция heaviside, так называемая. Сейчас это вот сигмоидальная функция. Вот. То есть те входы, здесь сумма входов, она подставляется вот в такую сигмоидальную функцию, преобразуется, и преобразованный сигнал уже идет на выход из нейронов. То есть вот такая очень простенькая, нехитрая модель. Значит, ну, здесь дело в том, что вообще это большая и длинная детективная история о том, каким образом ученые разбирались в том, как работает нервная ткань, как работает мозг человека. Дело в том, что в общем-то в истории науки две большие группы ученых, два больших направления в науке занимались работой мозга. И первым историческим направлением это была, собственно говоря, нейрофизиология. В первую очередь физиологи и биологи занялись исследованием мозга. Уже в 901 году появилась первая модель, описывающая трансформацию сигнала при прохождении его через аксон нервной клетки. Это так называемая модель интегрировать и сработать. Значит, и это, в общем-то, происходило тогда, когда еще даже близко не появилось к компьютер-сайенсу, в том виде, в котором мы ее видим сегодня. И первые работы со стороны ученых, которые занимались задачами вычислительными, они появились только в 40-е годы, посвященные этой проблематике. И на какое-то время произошло сближение нейрофизиологов и специалистов в компьютер-сайенс. Собственно говоря, в результате их совместной работы появились первые модели вычислительных геродных сетей. И дело в том, что вот этот союз, он на самом деле оказался не очень долгим. Почему? Парадоксальным образом в силу успеха этого сотрудничества. Дело в том, что в результате этого сотрудничества достаточно быстро удалось создать работающие вычислительные сети, которые не были слишком геологически достоверными, но они были способны решать целый ряд задач машинного обучения. А нейрофизиологи в то же время продолжали свою работу над исследованием тех процессов, которые происходят в мозге. И вот основным модельным существом был кальмар. Почему кальмар? Потому что в силу специфики нервной ткани кальмара отдельные клетки в его мозгах достаточно крупные, макроскопические. То есть вот здесь, например, на успехочке можно увидеть единичную нейрон кальмара. То есть видите, достаточно крупный объект, а вот эта длинная-длинная ниточка это, собственно, аксон этого нейрона. Соответственно, используя технологии, которые были доступны ученым в 50-е, 60-е годы, уже можно было исследовать, собственно говоря, проходимость сигнала через аксон, изучая, каким образом микротоки проходят через нейронную клетку, каким образом они преобразуются. И вот в результате этой работы появилась так называемая модель Хоршкина-Хаксли. Это одна из первых таких серьезных биологически достоверных моделей, описывающих какую-то нервную ткань. Дальше, в общем-то, было еще гораздо интереснее все, потому что вот эта работа, она началась сразу по нескольким направлениям. Возникло несколько альтернативных моделей, например, модель Хоршкина-Хаксли, что в 2002 году появилась модель Хюцхьема-Гума. Это модель Хоршкина-Хаксли, но специально приспособленная для ускорения отчислений. На сегодняшний день это модель Хинбарши-Роуза, модель Мориса-Ликара. Опять же, интегрировать и сработать это модель, которая дендритную часть описывает клетки. Опять же, мы видим, что у нее есть целый ряд современных наследников. И вот это направление, связанное со следованием генерал-физиологов, вылилось в возникновение отдельного направления, которое называется импульсной нейронной сети. Импульсная нейронная сеть это биологически достоверная нейронная сеть. И целый ряд ученых на сегодняшний день занимаются развитием этой модели. И снова произошел такой второй синтез между специалистами по зачислительной математике по компьютер-сайенс и нейрофизиологами. В результате появились уже биологически достоверные модели. Сейчас можно видео включить в презентацию. Посмотрим, на что это похоже сегодня. Есть вот такой движок, он называется Digicortex. Digicortex. Это собственно говоря вот такой маленький мозг. 16 миллионов нейронов, 17 почти 4 миллиарда синапсов. Некая сконструирована здесь сильно упрощенная модель зрительной коры. Вот здесь мы видим комбинированных гонглионарных клеток сетчатки с ОФ-центрами. То есть мы показываем этой зрительной системе некоторую картинку и можем дальше в определенных слоях замерять сигнал, смотреть, каким образом он в этой модели распространяется. Вот в принципе это такой стейк современной вычислительной технологии, связанной с импульсными нейронными сетями. И в общем-то тот процессор Тумнорд, который я показывал несколько слайдами раньше, это тоже система, которая воплощает себе импульсную нейронную сеть. Каким образом восстанавливать топологию нейронной сети? Это очень важный вопрос, и в принципе он важен и с точки зрения нашего проекта, с точки зрения проекта по перенесению сознания человека в машину, но он важен еще для целого ряда направлений, и в том числе он важен и для машинного обучения, с того момента, когда появились первые вычислительные нейронные сети, выяснилось, какая должна быть топология этой сети, какие нейроны с какими должны быть связаны. Дело в том, что от структуры этих связей очень сильно зависит способность этой нейронной сети к обучению. полносвязанная нейронная сеть, в которой каждый нейрон связан с каждым, она чрезвычайно вычислительно тяжелая, ее долго учить, нужны большие вычислительные мощности, каким образом нам построить набор связей между нейронами, для того, чтобы эффективно решать те или иные задачи. И здесь он опять пытается применить геологический подход, это исследование того, как про ту или иную проблему решила природа. И вот такой проект по восстановлению топологии нейронной сети настоящего мозга, в данном случае использовался мозг мышонка Гарольда. Проект массачусетского технологического начался собственно с того, что мышонок Гарольд умер естественной смертью, и после чего его мозг был извлечен и нарезан тонкими микронными слоями, пропущен через сканирующий электронный микроскоп, и у нас получилось огромное количество сканов срезов микронной толщины. Соответственно, следующая задача, на самом деле, весьма негривиальная, как, имея теперь эти срезы отсканированные, восстановить реальную трактную структуру связи внутри этого мозга. Значит, ученые прикинули, что если они будут вручную, все эти 30 человек, которые были в этой группе заниматься расшифровкой всех этих сканов, то у них уйдет свыше 300 лет на всю эту историю. Поэтому, только на то, чтобы расшифровать сетчатку, то есть не весь мозг. Поэтому был такой хитрый достаточно план притворен в жизнь. Была создана игра, онлайн-игра, которая называется iWire. Это такой простой пример проекта, связанный с citizen science. Людям предлагалось зарегистрироваться на iWire и посоревноваться с другими игроками в раскрашивании срезов мозга мышонка. Вы получаете срез, раскрашиваете его, и если вы раскрасили его правильно, то получаете много очков, если вы раскрасили его неправильно, то получаете мало очков, но если вы набрали больше всех очков, то вас показывают в топе и там рисуют разные красивые картинки. В общем, игра в силу некоторых ее специфик, не самая популярная стала. Люди, конечно, предпочитают играть в Доту, в Старкрафт или во что-то еще, но какое-то количество нашлось людей, которые стали рубиться. Оказалось, что, конечно, нику сидит тоже недостаточно, чтобы полностью восстановить структуру мозга. Опять же, тут надо понимать, что для того, чтобы понять, правильно или неправильно человек раскрасил срез, нужно один и тот же срез раздать хотя бы десятку людей. Если вы раскрасили так же, как большинство людей, то раскрасили правильно, если не так, то неправильно. Но в результате работы этой игры был накоплен достаточно большой массив данных, на котором затем смогли обучить искусственную нейронную сеть, сверточную нейронную сеть, которая после этого обучения оказалась способна автоматически раскрашивать эти срезы. То есть вот такой достаточно изящный красивый проект. на выходе была получена технология, которая теперь позволяет автоматическому режиме без привлечения человека на основании вот этих микронных срезов нервной ткани выстроить полностью трехмерную структуру. Это пример такой достаточно высокоразряжающей, но инвазивной технологии. Ясно, что если мы хотим сознание человека перенести в машину и нам для этого прежде его придется заморозить, нарезать его мозг с микронными слоями, в принципе как-то не очень комфортно пользоваться такой технологией, но зато она по крайней мере рабочая. Конечно, альтернативой здесь являются разные инвазивные методы, которые развиваются уже достаточно давно. Исторически первым таким методом была электроэнсфолография. Первые электроэнсфолографы появились в 20-е годы 20-го века. На самом деле первое время не такие но они были и неинвазивными, потому что для того, чтобы избежать разных наводок, электроды вставляли под кожу черепа, потому что это все было с гранца криппера поначалу. Но потом научились все-таки более-менее бороться с этими наводками. Появилась работающая электроэнсфолографическая технология, которая сейчас развивается и является одной из основных технологий неразрушающего получения информации из мозга. Но на самом деле сегодняшний день это не единственная технология. Существуют у нее некоторые альтернативы, это позитронная и сионная томография, это также функциональная магнитно-резонансная томография. Вот здесь на графике нарисованы нынешние пределы этих технологий. Два наиболее важных характеристики такой технологии это ее временное разрешение и пространственное разрешение. Что нам пока удалось? Пространственное разрешение это 0,75 миллиметра. у промышленных устройств, у экспериментальных и лепаратурных я видел кое-где заявлено, что даже до 1,5 миллиметра дошли уже в точности. Но проблема в том, что те технологии, которые наиболее точно с точки зрения пространственного разрешения, а это позитронная и сионная томография, они в то же время самые плохие с точки зрения временного разрешения. Поэтому здесь конечно есть некоторые проблемы. Но вот магнитоэнцеполография наоборот является наиболее технологией быстрой. То есть она позволяет получать современные магнитоэнцеполографы на стрит-датчиках могут получать до тысячи сканов в секунду. Но тут конечно плоховато уже с пространственным разрешением. уже через миллиметр перемахливает. Но что это значит? Это значит, что при помощи такой технологии мы можем регистрировать одновременную деятельность ансамбля из 50 тысяч нейронов. Пока конечно это не очень впечатляет, но тем не менее этого оказывается достаточно для решения огромного количества каких-то вполне практических задач. Но я сейчас прежде чем показать на практические воплощения таких проектов еще немножко поговорим про магнитоэнсфолографию, потому что на сегодняшний день это наверное все-таки не более перспективная технология. Дело в том, что долгое время основано на том энсфолографе предназваемые скрин-татчики. Это экстремально чувствительные детекторы слабого магнитного поля. Но особенностью технологии скрин-технологии является то, что она задействует сверхпроводящие эффекты. Поэтому она за собой татчик естественно очень тяжелую большую дорогую систему охлаждения. Всего этого стоимость одного магнитоэнсфолографа на сегодняшний день это может быть 180-200 миллионов рублей. То есть стоимость конечно достаточно запредельная для небольшой лаборатории, да и для большой тоже в России. Как я знаю, по данным 4 года назад было вообще всего одно такое устройство. И я не думаю, что сейчас их стало сильно больше. Но к счастью, у этой технологии есть определенные альтернативы. на сцену сквит-датчикам приходят во-первых магнитометры, свободные от спинно-длинного уширения, так называемые серф-магнитомики. Они на сегодняшний день по своей точности в массовой технологии уже достигли точности сквитов, а в отдельных проектах вроде бы даже превзошли ее. Там, правда, немножко все похуже с временным разрешением, но пространство по пространству разрешению удалось обогнать сквиты. И вторая очень интересная перспективная технология, которая, кстати говоря, называется у нас в стране, это технология, связанная с использованием феррит-гранатовых мембран. Она, в общем, экстремально дешевая по сравнению со сквитами и по сравнению с серф-магнитометрами. Но серф-магнитометр это, на самом деле, такой микропузырек, в котором в энергетном газе в сущности помещена очень небольшая небольшая часть вещества магнитного и есть просто фотонная система регистрации, которая позволяет движение этой частички вещества внутри пузырька наблюдать. То есть, на самом деле, звучит страшно, но, по сути дела, технологически это, в общем, достаточно понятное устройство. Вот. Ферринкранатые мембраны, в общем, пока двух порядков противника хватает по точности для решения задач на том уровне, который позволяет сквитами, спечить, серф-датчики, но для некоторых задач, например, для магнитокардиографии уже используется. На сегодняшний день автора технологии и вариантов очень физических ограничений нету, которые бы препятствовали тому, чтобы эта технология по точности догнала. Были гораздо более дорогие технологии типа сквитов и серфа. Вот что мы можем при помощи таких технологий делать на сегодняшний день? Вот слева это пример того, что можно сделать при помощи инвазивной технологии. Это классическая работа 99-го года, когда, значит, в мозг кошки был внедрен имплантат имплантат там с несколькими десятками электродов и имплантат так. Спасибо за субтитры